Кодос, нам говорил о том, что команда Эмпайр может выйти в Винера, но, увы, у них пока 4 матча, 4 карты точнее и 4 поражения, и сейчас у них матч Бест оф 1 на вылез турнира МДЛ, Диснейленд Париж Мейшер, и несмотря на то, что в Доте стоит счет на Бест оф 3, этот матч Бест оф 1, лишь одна карта, нет права на ошибку, го смотреть хайлайты. Маден, ползет, динается, динай удался, это не ФБ, конечно же, а в это время сверху, начинается небольшой махать, въезжает здесь Дрим, подкатил к Патейто, это минус, это ФБ для Дрима, весьма приятно, Нинджи Буги пытается уйти, но за ним уже выехали, есть удар по Кингеру, это минус, но также падает и Нинджи Буги, дабл кью для Дрима. Под пуш, пошел от коллектива Минески, по имени Мадена, зря он вышел, и еще и от Колд Фит застывает, это минус, ну и также будет потихоньку падать вышка, а в это время на топе умирает Рейнджи Буги, в центре, так, прыжок пошел, выходит за Акджитом, хороший Найт, ворот Кингера, он на месте, ультимативно пошла, Финт Грипп, ну и все, сбить нечем. Акджит умирает тут, да, он умирает, отлично, это хороший старт-файт для команды Империи, главное, чтобы все ушли без потерь, ну ладно, максимум, это Кингер, это Суппорт, это не жалко. Ой, Чайны хорошие, там еще и Дум по Дриму пошел, он пока находится в форме Эмбер Спирита, и это вроде бы и не минус, но тем не менее, его тут и сбивают, и убивают, это фраг для коллектива Минески, на первом коре коллектива Империи, и дальше пошла погоня, Кингер тоже минус, Чайны, Акджит душит, и там еще и коды сопровожают, не, Шрайна, есть удар от Нинджи Буги, отличный выстрел, зашел сейчас от него, через Айс Вортекс на пару с Челентачем, ну и это минус 3. Таск, Варлус Панч вкастовал, но поймал уже дэмэдж от коллектива Минески, ну и Союз тут, видимо, умирает, правда, в размен почти на Нинджи Буги, но почти не считается. Кингер поймал в ультимативную Потейту, но Потейту тоже жив, остался, есть у нас эпицентр от Модена, но получит он урну, и эпицентр был костован, ну, не особо профитно, Моден тоже умирает. Эх, Империя, соберитесь. Девардинг пошел от Минески, они поджимают флот база Империи, есть ультимативная от Нинджи Буги, умирает, но с байбэком и выкупается, есть сноубол, так, а покатились тут в Дума, Дум душит Кодоса, въезжает Кейпи и сбивает Кингер, брендсап хороший, но там Мун на месте, Мун не отпускает, горит Кодос, надо его добивать, но, как мы видим, все-таки он сумел отойти. И Саюж пытается увести фокус в свою сторону, и за ним в погоню выезжает Ахджит, но Ахджит понимает, что тоже там уже не стоит рисковать и лучше отойти. Ультимейт пошел в центр, Муна пытается убить, но у него Аегис, и это не так уж и обидно будет, пока в плане потери, чины по двум героям коллектива Империи, и вот возрождается Мун, он въезжает в Кодоса, и там есть Юл, но это лишь временная мера, она спасает его буквально на пару секунд. Минус три героя без байбэка у Тим Эмпайр, ну и на базу уезжает Дрим, есть шарды на пассиву Саюша, въезжает Фурион, избивает бедного морфа, замедление слишком жесткое даблкил, и уже ломают центр парни из коллектива Минески. Минус линия вторая уже пошла, ой, как больно, вот это вмазали по Кингеру, брендсап его не спасет, ультимейт Фуриона его накрывает, это фраг Легипи, въезжает в Кодоса, Кодос минус, да, как-то... Не клеится Игровой Империи, они хотели брать топ-2 группы, но, видимо, возьмут очередные топ-16 для СНГ на мажоре. Да что ж такое? Когда? Когда команда из СНГ займет больше, чем топ-16? Да и, в принципе, вот ситуация странная, ведь по факту на мажорах были разные команды от СНГ, не включая Virtus.pro, и все занимали топ-16. Да, это проклятие. Залетает на базу, и тут уже видно Кингера, есть с него Найтмар, выезжает, а не Мун, ультимативная от аппарата, сбивают, блин, нет, не сбили, модель, потрусил, гадлайк для Муна, Бэйн без байбэка, байбэк есть, один. У Марфа Союж получает по лицу, дабл кюл для Муна, ну все, это конечное. Увы, ах, в этом матче Империя считает вообще без шансов за 23 минуты, и здесь ты ничего не поделаешь. Мега гриппы и гуд геймбл плей, топ-16, эх. Ну, знаете, учитывая то, что Valve немножко, как бы, решили повлиять на вопрос в плане инвайтов на мажор, и кто не в курсе, то на эпицентр, по умолчанию, по анонсу, было три инвайта для СНГ, но, учитывая то, что СНГ на миноре, который был в сплите, занимает топ-8, это Гамбит, которые взяли последнее место, это шок, на миноре, при этом команда Эмпайр занимает последнее место на мажоре, так что я думаю, что три слота для СНГ никто не выделит, и лишь две команды мы увидим на последнем, получается, мажоре сезона, ну, может быть, еще через минор, но пока, как-то, знаете, все весьма-весьма не внушает доверия. Ладно, пиши в комментариях, как тебе этот матч, жми палец вверх, не забывай о том, что проходит Фензи Лига по ссылочке в описании, точнее, в закрепленном комментарии, участвуют там реальный денежный приз, реальные бабки, а не какие-то там фантомные штуки. И, кстати, уже завтра выходит Компендиум, так что подпишись на канал, я сделаю обзор и разыграю несколько копий Battle Pass, так что будь в курсе, жми в колокольчик, ну, а с вами был Тексас, пока! Субтитры сделал DimaTorzok